Музыка Можете ли Вы порекомендовать и кратко ракетизовать какие-то конкретные учебные заведения, в том числе и дошкольные, наиболее приближенные к желаемым условиям обучения? Музыка Таких не может быть по природе, в котором находится развитие общества. Здесь нужно смотреть на задачи и на возможности, которыми владеют или обладают родители. Еще раз говорю, самое важное в развитии ребенка – это дисциплина его, его гармоничность и возможность быть в состоянии саморазвития, то есть умение обучаться. То есть умение обучаться, наверное, мало где можно обучиться. То есть какое бы ни было совершенное заведение, оно как бы навязывает свою модель развития. А тут нужно смотреть, собственно говоря, соотношение этого заведения с тем, кто там учится, где оно находится и к чему мы хотим прийти в развитии ребенка. Нужно искать ту модель, которая сделает самодостаточным и самоопределяемым самого ребенка в процессе обучения. То есть не напихать в него массу информации, которые никогда не станут знаниями, если ребенок не научится оперировать этой информацией. Дело в том, что в школе, какая бы она ни была, детей не учат знания. С какого возраста нужно начинать изучать иностранные языки? Существует много различных методик преподавания иностранных языков для детей. Какую рекомендуете вы? Вопрос немножко общий. Надо выделить способность ребенка, во-первых, воспринимать иностранный язык, затем какой иностранный язык. Самая большая ошибка начать не с того иностранного языка, где заблокируется сознание ребенка, и он будет больше технически реагировать, чем воспринимать процесс обучения. Часто это бывает как раз с английским и немецкими языками, которые по сути и по логике не подходят для русского мышления. И я бы рекомендовал начинать либо с образного языка, китайский или японский, либо с мягкого языка типа испанского. Но опять-таки нужно смотреть на ребенка. То есть дело не в методике, а дело в интересе и внутреннем восприятии ребенка того или иного языка. То есть изначально смотреть не сколько по нужности языка ребенку, как вовлечь его в процесс. Потому что любой второй язык потом будет изучаться ребенком гораздо проще. И осмысленно, что, собственно говоря, и уже необходимо в решении, в зависимости от задач, которые мы перед языком стоим. Вопрос об общении родителей с детьми. Как общаться с детьми, чтобы ярко разгорелась данная им искра Божьей, раскрылись их таланты и способности. И чтобы они помнили и осознавали, кто они и для чего они здесь. Здесь, наверное, вопрос, скорее, не как общаться с людьми, а вообще, что такое общение. Дело в том, что пока слово родителей не будет наполнено и осознанно самим им, все остальное является лишь дежурными формулировками на тему неких возвышенных задач, которые ни родитель, ни, тем более ребенок, не в состоянии понять. Развитие ребенка – это длительный процесс. И это самое важное, что должны понять родители. Попытка сделать из ребенка вундеркинда или выразить его в короткий промежуток времени – это нарушение естественного ритма развития. И нужно понимать цикл, нужно понимать ритм, который родители задают своему ребенку, в течение которого он должен к чему-то прийти. То есть думать не о том, что должен ребенок уметь или делать завтра, а к чему он придет через 10 лет. Раскрывать в ребенке то, что он не может познать сейчас – это несерьезно и смешанно, даже глупо. Этим занимается достаточное количество и так людей, в результате вбивая некие лозунги существования, формы существования, которые неосмысленные и, соответственно, никогда ими не могут быть реализованы. Они могут просто пристроиться к какой-то кучке или куче людей, которые напиханы похожими же лозунгами и где существует, может быть, более сильный вожак, который будет продолжать вести светлое будущее этих детей без осознания, в чем, собственно, смысл этого будущего. То есть не надо из жизни ребенка делать эмоции. Почему в детях в настоящее время накапливается больше разрушительного, чем в созидательного? Потому что родители больше развивают и создают условия для разрушения, чем для созидания. Вопрос очень естественный. Пространство ребенка формируется в месте, где живет родитель, в первую очередь. А дальше это уже, ну, как бы расширяем форму пространства. И чем сложнее пространство у ребенка, тем больше требований к родителям. Родители не должны складывать ответственность с себя за существование ребенка. То есть, наверное, нужно пересмотреть свою личность, личностную дать оценку своему развитию, своему существованию, прежде чем отдавать оценку, что делать с ребенком или что рекомендовать ребенку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова